Друзья, привет! Этот день наконец-то настал, мы несколько подуставшие, потому что мы несколько ночей не спали, просто воевали с бомжами. А я хотел сказать, делали ночные фотографии для нашего ночного сравнения. И сегодня мы выбираем короля ночи, предводителя армии белых ходоков. В этом видео мы будем говорить про целых три смартфона, потому что когда мы сравнивали Meizu 16 и Huawei P20 Pro, мы таки не поняли, кто король ночи. Ну, потому что мы не так много сценариев снимали, и вы нас просили снять больше сценариев, и мы реально заморочились. У нас ночью там будет 7-8 разных сценариев, и результаты, конечно же, будут тоже разные. И мы еще решили, что только Meizu 16 и Huawei, ну, это как-то не сильно. Не серьезно. Не серьезно, да. Поэтому мы решили вас спросить, и по результатам ваших комментариев, которые мы абсолютно все прочитали, мы выбрали третьего спарринг-партнера, и им оказался Samsung Galaxy Note 9. И в какой-то степени мы реально рады, что вы выбрали именно Samsung Galaxy Note 9, потому что мы считаем, что это очень рационально исследовать те смартфоны, которые наиболее беспроблемны для покупки на наших рынках. Ну, которые вообще физически можно купить. Да, просто пойти в магазин. Поэтому, действительно, Note 9 это интересный как кандидат и как доступный аппарат, и как смартфон, который недавно получил обновление прошивочки, и ночью, по идее, он должен снимать намного лучше. Ну, и еще раз я скажу о том, как мы снимали. Мы снимали специально вертикально, чтобы можно было три кадра всунуть на экран. Ну, и, естественно, мы не пытались исправить экспозицию, баланс белого, или выбрать точку фокусировки, и даже включить HDR. То есть, мы ставили автоматический HDR, просто наводили и снимали. Ну, просто потому, что так снимает большинство. А если вам интересны какие-то ручные настройки, то я думаю, что мы все-таки очень близки уже к тому, чтобы сделать отдельные видео, потом как снимать на ручных настройках. И тогда уже будем говорить отдельно. Сегодня только автомат. Что сразу бросается в глаза, так это разный баланс белого у всех трех претендентов. У Meizu Huawei баланс белого ближе к истинному, а Samsung традиционно выбирают более теплые оттенки. Также у аппаратов разная работа с источниками света, и Meizu очень сильно их пересвечивает, в то время как Note 9 и P20 Pro отрабатывают их более корректно. По итогам этого сценария можно сказать, что Huawei P20 Pro просто красавчик. Он буквально идеально затащил в этом сценарии, выдав нам потрясающую детализацию, хороший баланс белого и никаких пересветов. Ну вот просто хоть беги и фотки печатай. Тут однозначно Huawei в респекте. И что, Meizu теперь уже не король ночи? Все, ноябрьская революция началась. Подожди, подожди, подожди. Сейчас мы разберемся дальше и посмотрим, кто у нас королева ночи. Еще в фото с Meizu немного не хватает деталей, в отличие от Huawei и Samsung, которые хоть и темные, но сохраняют больше деталей. И, кстати, более качественно обрабатывают искусственный свет. Особенно нужно похвалить детализацию P20 Pro, который хорош и в этом сценарии. Но у этой детализации есть и обратная сторона. Это прям лютый перешарп, который бросается в глаза даже на общем плане. Поэтому, если не приближать фотографии, то Meizu смотрится более выигрышно. Хотя на кропов действительно не хватает деталей. Так что градация камер такая. Третье место у Samsung, которые и шумные, и с детализацией не ахти. А затем кучно идут Meizu и Huawei, которые очень разные. Поэтому, кто лучше, зависит от ваших личных вкусовых предпочтений. Хуже всего ночные фото с размытием удаются Huawei P20 Pro. Ему заметно не хватает света. Meizu 16 хоть и делает более светлую картинку, однако детализации на переднем плане не хватает. Также обратим внимание на то, что на Meizu 16 нельзя регулировать степень размытия, что можно делать на Huawei и Samsung. Однако Huawei делает фото с помощью основной камеры, от чего приходится подходить к объекту ближе, что как минимум неудобно. А вот на Samsung на уже готовой фотографии можно переключать модули, из которых была сделана фотография. И, соответственно, можно менять охват кадра. Так что, несмотря на шумность снимков, сделанных на Note 9, он однозначно выходит победителем просто как более удобный смартфон. Ну что, друзья, как видите, если бы мы ограничились только одним сценарием, то выводы вроде были однозначными. А тут, да, Денису претендент взял и споткнулся. Ну да, и теперь придется разбирать фотки дальше. Я думал, что мы уже сейчас отснимемся и домой пойдем. Нас в комментариях всегда просят делать фотографии со вспышкой. И мы сделали. Meizu, как всегда, залил весь кадр, от чего пересветил объект съемки. Однако задник у него при этом хорошо читаем, если, конечно, это утешит того, кто делает фотографию, но еще со вспышкой. У Samsung свет распределяется неравномерно по кадру, и в целом передний план тоже пересвечен. И лучше всего с задачей справился P20 Pro, не пересветив объект съемки. Однако это приводит к тому, что на Huawei абсолютно не читаемый задний фон. В одном из прошлых видео я уже высказывался о том, что снимать со вспышкой вообще не надо. И поэтому этот раз я решил сделать те же кадры, но без вспышки. Посмотрите на результаты. И неужели вы думаете, что современным смартфонам вообще эти вспышки нужны? Ну и мой совет. Заклеивайте вспышки изолентой. А как же я тогда буду подавать сигналы инопланетянам камеры? Честное оптическое приближение у Meizu и Samsung двукратное, а у P20 Pro трехкратное. Поэтому по степени приближения без потери качества Huawei заруливает без труда. Небольшие зумы однозначно лучше снимать на P20, хотя некоторая мыльность картинки все же обращает на себя внимание. На максимальном восьмикратном зуме Meizu показал себя хуже всех. Самое слабое приближение – самый высокий уровень шумов. А вот Note 9 и P20 Pro могут делать десятикратное приближение, при этом же Samsung просто не оставил шансов для Huawei, поскольку у Samsung однозначно лучше детализация и меньше количество шумов. На первой серии контровых снимков безоговорочно победил Huawei, очень тонко отработав бьющую в камеру свет и сохранив детали на заднем плане. А Samsung Note 9 и Meizu 16 не вытащили обработку фонаря, сильно пересветив источник света. Но в отличие от Samsung, Meizu сохранил на заднем плане больше деталей. А вот на второй серии снимков безоговорочного лидера нет. Samsung ударился в свой любимый желтый цвет, а Meizu, как всегда, адски пересветил кадр. А P20 Pro вообще запутался в ИИ, приняв фонарь за фейерверк, от чего пришлось отключать ИИ. Но даже без работы ИИ мы все равно видим слишком темный кадр у Huawei. Так-так-так, наши дорогие вендоры, так-так-так, кажется у кого-то залет. Ну, как бы серьезно, вот я пойду по улице, как обычно вечером, как обычно увижу в небе НЛО, и на что мне его снимать? Ну, ты ему вспышечкой помигаешь, тебе же нравится вспышка. Лучше всего милый котик с очаровательным носиком и мягкой шерсткой получился у Samsung, где высокая детализация на меху. А Meizu сделал немного шумноватый снимок, а так, ну, тоже был бы неплохо, и видно, что в Meizu котикам все-таки неровно дышит. А вот Huawei с животинкой не справился, как и в прошлых видео, кстати, если помните. В макро, на удивление, вперед вырывается Meizu 16, который смог и в правильный баланс белого, и в детализацию, и размытие заднего фона тоже мягкое, приятное и сохраняет необходимое количество деталей. Samsung Galaxy Note 9 сильно проиграл по детализации и опять нажелтил. А Huawei P20 Pro зачем-то покрасил фото в оранжевых. Ну, хотя бы корректно отработал фонари на заднем плане. На памятниках, как всегда, у Meizu самая яркая картинка, от чего, конечно, теряются некоторые детали светлых участков. Однако, Meizu 16 лучше всех сработал с балансом белого, что тоже было видно по предыдущим нашим сценариям. Детализация лучше всего Huawei P20 Pro, и надписи на табличках лучше всего читаются именно на нем. Что же до Samsung Galaxy Note 9, то он находится где-то посерединке, выбирая не самый лучший баланс белого, но при этом сохраняя приемлемую детализацию. Мы решили сделать одно маленькое лирическое отступление, посвященное еще раз балансу белого на автоматическом режиме Samsung Galaxy Note 9. Мы видим, что он постоянно лажает, но в целом это не такая большая проблема, как, например, мощное шумное зерно или засветы, потому что на постобработке, в принципе, это можно убрать. Даже не на постобработке, там есть фильтры, просто накатил синенький фильтр, и сразу все стало красиво. Но, еще раз говорю, мы снимаем так, как снимают обычные люди, и заморачиваться с синеньким фильтром не очень удобно. Помещение Samsung снова очарован своим балансом желтого, но в данном случае это даже добавляет кадру какой-то теплоты и уюта. Meizu у нас, как обычно, сделан наиболее яркий снимок, а у Huawei снимок, хотя и выглядит достаточно темным, но в детализации не уступает Meizu. Все дело в разном подходе. P20 Pro использует свой третий ЧБ-модуль для получения дополнительной информации о кадре, а Meizu просто поднимает выдержку и экспозицию. Успели застать для вас снег в Одессе, сделав фото именно в те два часа, которые он пролежал на крышах. И в этом сценарии, кстати, больших откровений не будет. Huawei уделал всех по детализации отработки источников света, Samsung нажелтил, но при этом хотя бы сохранил детали, Meizu проиграл в детализации, но зато сохранил правильный баланс белого и общую яркость картинки, за счет чего действительно неплохо смотрится на общем плане. То есть снежок у Samsung Galaxy Note 9 все-таки желтый? Да, как-то неаппетитненько. Но с другой стороны он не коричневый. С выводами, конечно, все одновременно и сложно, и на самом деле просто, потому что я уже знаю, кто занял второе место. Неплохо. Да, и им оказался Samsung Galaxy Note 9. Он, конечно, хоть и желтит, но он очень предсказуемый. Он не пересвечивает, он нигде не проваливается, на него удобно снимать, и в целом ты понимаешь, что ты получишь. Предсказуемость это хорошо? Да. А вот кто занял третье место, кто занял первое, ну, наверное, это очень сильно зависит от того, кто смотрит. Потому что, если вы, например, поклонник правильного баланса белого и такой общей яркости картинки, то Meizu 16 делает отлично, очень реалистичные ночные фотографии. Главное их не приближать, потому что детализация там реально хромает. Зато, с другой стороны, есть Huawei с прекрасной детализацией, с отличной работой со вспышкой. Ну, там он немного не вытягивает наш боке, немного лажает в некоторых сценариях, особенно там, где и глючит. Но, в целом, отличные тоже кадры, очень такие яркие, приятные. Для многих, однозначно, Huawei будет безоговорочным фаворитом. Ну, еще я поругал Huawei за и, который иногда приходится включать и выключать. Но, в целом, да, тут все неоднозначно. Поэтому мы решили, что мы сделаем голосовалку. Она находится вот здесь. Выбирайте «Короля ночи», а в комментариях напишите, почему вы выбрали конкретно этот аппарат, да, какие сценарии вам нравятся, ну, или просто общее впечатление о снимках. Нам будет очень приятно и интересно посмотреть, и так мы поймем, куда нам двигаться дальше. Надо ли делать перевыборы, например, «Короля ночи» с какими-то другими смартфонами? Напишите. Или, например, выбрать «Властелина ночи». Я не верю, что мы сняли это видео, наконец. Да, поэтому поставьте, пожалуйста, много лайков. Мы реально очень много времени потратили, снимая это все, обрабатывая, выбирая, комментируя и так далее. Нам очень важны ваши лайки, ваши комментарии. И обязательно подпишитесь на канал, потому что мы делаем еще очень много разных и интересных видео. И самое главное, не переключайтесь. Вы уже на следующем канале, и я не знаю уже, куда дальше. Давайте здесь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok